Следующий наш урок называется «Поцелуй яблочек». Посмотрите, какие красивые яблочки. Они глянцевые, блестящие и очень вкусные. И у яблочек есть череночек. Видите, из дырочки растет. Вот он. И есть завязь. Вот такая вот, как, знаете, носик. И оно самое вкусное, конечно, возле завязи. Смотрите, Леонардо да Винчи очень любил, когда человек пользуется и левой, и правой рукой. Значит, у него очень хорошо работает и левая, и правая полушария мозга. Поэтому он просил рисовать и левой, и правой рукой. И также он очень просил рисовать предмет или человека, или явление в зеркальном отображении. Вот мы сейчас нарисуем одно яблочко, как типа оно лежит на столе. Давайте, вот оно у нас есть. И мы его стилизуем и нарисуем. Вот так. Череночек. И давайте к череночку листик. Раз, два. Вот он, листик. Вот одно яблочко у нас есть. Как нам сделать так, чтобы наша картина по горизонтали, прямоугольник, была интересной? Нам надо сделать так, чтобы как будто бы это яблочко смотрит в зеркало. Давайте попробуем. Ну вот рядом, да? Как типа они хотят поцеловаться. Рисуя второе яблочко, вы смотрите на первое и попытайтесь как будто в зеркальном отображении нарисовать все, что мы нарисовали на первом. Как будто они вот здесь в зеркало смотрятся и хотят поцеловаться, типа. Листик в этом же направлении, такого же размера. И вот обозначаем. Видите, здесь небольшая ошибочка. Обозначаем, что у этого яблочка вот сюда падает тень, у этого яблочка вот сюда падает тень. И вот где-то их тянет поцеловаться вот здесь вот, в этом месте. Они как хотят, знаете, удариться друг об друга. Но на самом деле, на самом деле это самый настоящий узор. Давайте усложним этот узор. Они пересекутся листьями, может быть. Так, а ну-ка посмотрим в эту сторону. Пересекутся листьями, может быть. Мы можем, видите, они поцеловались типа листиками, да, эти яблочки. И вот уже выработался, уже выработался, давайте вот сюда еще один маленький листик. Уже выработался узор, который мы можем негативными пространствами закрасить. И там будет образована какая-то другая территория, которая нам позволит пофантазировать. Ну и заодно мы разовьем в себе вот это вот зеркальное отображение одного предмета, как будто в зеркале. Потому что Леонардо да Винчи любил писать и левой, и правой рукой, да еще и в зеркальном отображении. И этим он зашифровывал свой почерк. Его до сих пор расшифровывают. И смотрите, закрашиваю это здесь. И сразу раз, и в зеркальном отображении закрашиваю. И мне надо этот кратерчик закрасить. Раз, и сразу здесь закрашиваю. У нас тональный узор начинает быть. Вдруг хочу этот листик закрасить в этом направлении, а этот в этом направлении. И у нас потихоньку образовывается вот такая красивая картинка, которая, возможно, вы вот в этом черненьком промежутке увидите какого-то, как типа человечек, что ли, с глазами, да, и с крещащим ртом. Или какого-то, знаете, типа бонифаций, да, там. То есть мы можем играться с зеркальным отображением любых предметов и превращать их в такой маленький узор или даже картинку для подарка. Вот посмотрите, как это делал Рафаэль. Он своих ангелочков чем соединил? Тем, что глазки ангелочков смотрят в одну точку. Они смотрят на Святую Марию, да, и охраняют ее. Еще у них крыльица одинаковые. Еще у них цвет волос и стрижка одинаковая. Они как будто близнецы. Ну, конечно же, они в разных позах. Но смотрятся они как единое целое. Вот и пробуйте. А между ними есть тоже негативное пространство. Сейчас Лена покажет. Вот оно светлое, как треугольничек. И пошли дальше облака. И мы уже можем между этими ангелочками как будто пролетать, пролетать. И наблюдать вот эту световоздушную среду. Так что играйтесь с зеркальным изображением.